К сожалению, политологи и политики очень часто говорят о партнерских отношениях, в том числе и между государствами. Но эти отношения, так уж случилось, в основном складываются сегодня рациональность, прагматичность и экономическая целесообразность. Но вот говоря о звезд Бальжане, мы бы должны были сказать, скорее всего, о дружественных отношениях, потому что нас связывает нечто большее, чем экономическая целесообразность. Я бы отметил два момента, которые нас объединяют. Это самое главное. Есть понимание, вы уже об этом говорили, руководство нашей страны политического, о том, что самое главное для наших государств является это суверенитет и независимость. И оба они об этом очень четко говорят. Второе. Это адекватное отношение к тем вызовам, которые сегодня происходят. Ну и, наконец, так как речь идет о развитии новых отношений, я бы хотел привести несколько примеров. У нас, в том числе у азербайджанцев, есть такая поговорка о том, что лучше один раз глазами увидеть, чем сто раз это услышать. Так вот, я знаю, я, правда, ни разу не был ни в Баку, ни в Азербайджане, но у меня много друзей, которые живут в Москве, которые к ним приезжают. Я знаю, как они активно работают в Астраханской области. Я представляю Карачаево-Черкесию. У нас наш руководитель, губернатор ездил, не губернатор, а глава республики ездил, и мы с Азербайджаном заключили договор на строительство одного из мощнейших заводов в Европе. Вот если мы об этом чаще будем говорить, тогда, наверное, вот те задачи, о которых мы говорим, в том числе от самой большой угрозы, террористической угрозы и так далее, наверняка вот такими действиями можно бы все это преодолеть. Почему я это говорю? Потому что людей вообще у нас на Кавказе привыкли воспитывать на реальных поступках. Люди должны совершать реальные поступки, вот как наши президенты обоих государств, и вот тогда весь остальной народ, он тоже к этому будет подтягиваться.